Почему я должна выбрать инструмент InBlock? Ну, давайте разбираться еще в одном очень серьезном вопросе. В принципе, у нас с вами есть инструменты такие, которые мы можем создавать свой блог. Например, такой инструмент, как WordPress. Но это даже не инструмент, это движок, это платформа. Например, такая платформа, как Joomla. Это специальные такие созданные кодовые движки, которые помогают очень быстро продвигать именно конкретно блоги. Блог – это сайт, отличающийся от остальных сайтов тем, что у него главная страница, она подвижная, она не статичная. Итак, почему же InBlock? Да потому что нам нужно с вами создать бизнес-блог. Мы с вами создаем интернет-бизнес, поэтому и блог должен быть бизнес-блог. А вот теперь посмотрите, вы эксперт в каком-то конкретном вопросе. А для того, чтобы создать блог, вам нужно стать еще экспертом в создании блога. А вам нужно быстро и грамотно создать блог предпринимателя. Для чего? Для продвижения собственного бизнеса в интернет. Посмотрите, вот то, что выделено красным – блог предпринимателя для продвижения бизнеса. Как нам это быстро сделать? Ну, давайте вспомним вот такую вот вещь. Я буду просто буквально говорить на своем примере. Когда-то и я, не знаю, сколько лет назад, решила создать свой первый блог. И вот так же, как этот молодой человек, сел у компьютера, вот так вот голову обхватило руками. В то время вообще не было никаких курсов, чтобы можно было где-то что-то узнать. Надо было по крупицам вытаскивать эту всю информацию. У меня началось огромное количество проблем. Проблемы начали сыпаться отовсюду. Я покупала платные продукты. Я покупала бесплатные продукты. Я ходила в библиотеки в реальной жизни. Я искала информацию здесь где-то в каких-то вот… Ну, не знаю, где, что, как выискивала. Были какие-то книги для чайников, помните, так далее. Вордпресс для чайников и так далее. Много чего было. И вот все это, обложившись этой литературы, искала, искала, но не убавлялась. Вот давайте посмотрим, какие проблемы возникают у нас тогда, когда мы с вами собираемся строить блог. Первое – это надо купить хостинг. Вот когда я начинала покупать хостинг, это значит, надо было мне выбрать хостинг, хороший хостинг, надежный хостинг. Это надо было рейтинги все перекопать. Это надо было посмотреть сцены. Это надо было подумать, как там они работают, какая там служба поддержки и так далее. Вот тогда на то время у меня это ушло практически полнедели, наверное. После этого я поняла, что нужно покупать домен. Этот домен надо каким-то образом создавать так, продумать так, чтобы он был действительно такой, как нужно для продвижения вашего блога. Но тогда мне этого никто не подсказал. И я брала домен, делала домен, но лишь бы сделать домен. В финале, когда я сделала домен, когда я его купила, когда я купила хостинг, нужно было устанавливать этот домен на платформу WordPress. Написала в службу поддержки. Не имела понятия, как это надо делать. Написала в службу поддержки. Служба поддержки мне очень корректно ответила. Извините, это не наш вопрос. Смотрите внимательно в инструкциях. Там где-то что-то написано. Там написано таким языком на то время, для меня непонятным, что я просто не знала, с чего начать-то. И вообще там куча терминов было таких, которые вообще мне не знакомы. Ладно, в конце концов, я раз пробовала, два где-то там, какую-то в чекбоксике галочку не поставила, какую-то точку где-то, что-то там где-то не так сделала. В финале один обрыв, второй обрыв, третий обрыв. Там где-то к утру сделала, установила. Слава богу, теперь у меня есть вроде бы домен на WordPress. А теперь мне надо подобрать шаблон. Шаблонов огромное количество. Но тогда я не имела понятия о том, что шаблоны бывают функциональными. Я тогда не имела понятия о том, что с шаблонами бывают бизнес-шаблоны. Для того, чтобы продвигать ваш бизнес. И в финале я копалась долгоупорно. И что я накопала? А я по своей неграмотности просто-напросто нашла красивенький шаблон. Я женщина, я машину так выбираю, мне нужен салон красивенький. Остальное меня не волнует. И точно так же я посмотрела, и шаблон должен быть красивенький. И в итоге мне пришлось эти шаблоны менять несколько раз. А потом нужно было установить плагины, которые я тоже не совсем понимала, о чем идет речь. Надо было сначала научиться их устанавливать. Надо было их заливать через Файзилу, в папку ВП-контент и так далее и тому подобное. Надо было разбираться в хостинге, где что, куда и как. И оказывается, нужны такие даже простые плагины, например, которые переводят вашу ссылку с кириллицы на латиницу. И этого я тоже сначала не сделала. А оказывается, таких плагинов обычно где-то около десяти. И их надо обязательно все установить для начала. Это целая была морока. Почему? Потому что вводишь название плагина, у тебя WordPress выдает этих плагинов штук двести. И ты не знаешь, с какого начать. В финале ты один ставишь, потом останавливаешь другого плана плагин, а они, оказывается, между собой конфликтуют. И ты смотришь и не понимаешь, почему у тебя расползается блок. После того, как все эти вопросы были решены, я в конце концов поняла, что мне надо монетизировать блок. А чтобы монетизировать блок, нужно устанавливать еще дополнительно плагины. А вот плагины монетизации – это самые противные, можно сказать, плагины. Почему? Потому что они очень сильно внедряются в шаблон, в код шаблона блога. И шаблоны очень часто их просто не принимают. И тогда вы понимаете, что вам необходимо знание кода HTML. На то время знание кода HTML – это вот сейчас я знаю, что это очень простой код, да, я его понимаю. А на то время для меня этот код HTML – это было что-то, знаете, какая-то тайна за семью печатями. Это надо было изучить, это надо было понять, как залезть в редактор шаблона, что там поменять. И по своей, так сказать, неопытности что-то меняешь, выходишь на блок, а блога нет. Его просто нет. И начинаешь все это возвращать, восстанавливать. И я вам скажу, что этот год, который я делала первый блок, действительно делала первый блок, этот год у меня был… Я только думала о блоге. Я больше ни о чем не думала. У меня в голове крутились только проблемы блога. В дальнейшем выяснилось, что, оказывается, мой блок не продвигается, потому что я не установила никакие плагины для SEO – Search Engine Optimization. Это плагины для того, чтобы они хорошо контактировали с поисковыми системами. Еще одна проблема. А потом, когда я все это установила, выяснилось, что мой блок банят, потому что у меня, оказывается, огромное количество дублей. Что такое дубль? Откуда они взялись? И нужно было изучать техническую оптимизацию. Да, я понимаю, что здесь половина людей уже те, которые все прекрасно знают, и которые прошли тот же самый путь, что у меня. Да, я понимаю, что у этих людей сейчас, возможно, уже есть блоги, возможно, там уже какие-то есть такие серьезные моменты, которые трудно решаемы. Сейчас очень серьезное отношение поисковых систем к блогам, и нужно постоянно обращаться, отвлекаться, точнее, от своего интернет-бизнеса и заниматься строительством блога. И иногда на это, вот у моих слушателей, уходит много времени. Мне некогда заняться бизнесом. Они занимаются настройкой блога. А время-то идет, бизнес-то стоит, а нужно что-то делать. Вот для этого и поэтому нам нужен инблог. Инблог нужен, вот как я сейчас прочувствовала, двум категориям людей. Первая категория – это те люди, которым некогда изучать строительство блога, вот просто некогда. То есть они технически не подготовлены, они эксперты совсем в других вопросах. Им нужен очень хороший и простой конструктор, который они раз, два, три, и блог у них готов. И вторая категория у людей – это бизнесмены, которые очень спешат, им нужно работать в своем бизнесе, а они занимаются строительством блога. Они знают, они умеют, но если есть такой быстрый инструмент, почему им не воспользоваться? Итак, мы поняли, почему же мы берем им блог. Посмотрите, 10 пунктов. С правой стороны тоже 10 пунктов. И рядом с этими пунктами стоят минусы, минусы, плюсы и плюсы. Вот давайте подведем итог. С левой стороны – это то, что вам нужно сделать для того, чтобы создать блог. С правой стороны – это то, что нужно вам сделать, если вы будете работать с ин-блогом. Из 10 пунктов – 7 пунктов просто в минусе. Вам вообще ничего не надо с этим вопросом делать. Вам вообще это не надо изучать. За вас все сделают. Итак, здесь у нас остается только покупка домена. Но здесь никуда не денешься, потому что вы должны сами придумать этот домен и заплатить за него деньги. Второй пункт – это подбор функционального бизнес-шаблона. Посмотрите, я здесь поставила и минус, и плюс. Почему? Потому что не надо искать по всему интернету. Вам уже готовенькое дано все на блюдечке. Вы просто выбираете свой бизнес-шаблон и настраиваете его. То есть надо будет поработать с шаблоном, украсить его. Сделать так, чтобы он отличался от остальных. И девятый пункт – установка и настройка плагинов для SEO. Опять минус, плюс. Устанавливать не надо. Нам нужно только настроить. Как видите, проблемы резко снижаются. Я не буду simplpen только масшт historians. Но нет.